Добрый вечер. Сегодня я уже не в трансляции, хотя у меня там хорошо получалось, звук был относительно хороший, но блокировали. Сегодня я вообще не смогла войти в эфир с темой песни. Ну, я знаю, что у меня друзей много. Вот, они блокировали мое видео «Сыны проклятия», они поняли, что так не у нас отношение, название. Вот, и как только я начала новую трансляцию, они меня начали блокировать, я не смогла продолжать. Вот, и даже не смогла удалить ту трансляцию, которая не удалась, не смогла удалить вообще. Интересно происходит. И я наконец-то отключила компьютер, отключила телефон, и трансляция закончилась. Так она не могла никак закончиться, она длилась, 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 не знаю. Вот, поэтому я ничего не могла говорить, там экран вообще непонятный был. Вот, так я сейчас решила записать видео просто. Ну, настроение хорошее, потому что они блокировали еще мое видео «Сыны проклятия», там не набиралось вообще просмотров. Там, как один был просмотр, так оно и продолжалось один. Как только они начали блокировать это новое видео, которое я начал записывать, то начали набираться просмотром со мной «Их проклятия». Я говорю, господи, вот интересно. Смешно с ними воевать, конечно. Весело. Надо к этому относиться еще с юмором, с этими идиотами воевать. Слава Богу, Господь благословляет, Слово Божие распространяется, истина распространяется. Вот. Единственное, что больно, что люди… Хотя я получила важное слово. Я слушала одного баптистского, ну, пророка, можно сказать, потому что он по откровению говорит. Хотя я была с ними согласна, обучение его на десяти. Так вот, так он обострел, когда он был прямой трансляцией, он обращал внимание на то, что в руках у Иисуса был серп. Ну, в откровении там написано. Там это слово «серп» говорится о том, что один ангел жатва была серпом, потом второй, там, в 14 главе даже, ну, можно обратить внимание, что это повторяет. И недаром этому Диме было такое понятие, попросил он своих друзей, которые, я посмотрю, как переводится слово «серп». Это кривой меч, кривой меч, в принципе, кривой меч. Он не сделал этого, но Бог побудил его об этом задуматься. И я тоже начала читать, когда, вот о том, что я хотела сказать, и услышал голос неба, говорящий, напиши, отныне блаженный мертвый, который умирает в Господе. Да, говорит Дух, чтобы они покоились от своих трудов, ибо их дела следуют за ним. И я увидел, вот белое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, и у него на голове золотой венок, а в руке, в его руке, острый серп. И другой ангел вышел из храма, крича громким голосом тому, кто сидел на облаке. «Пошли, твой серп, и пожни, ибо наступил час пожать, потому что земная жатва созрела». О какой жатве идёт речь? Что пожать надо? Ну вот этот Дима, он говорит о том, что будет вознесение. Он говорит, что будет вознесение после великой скорби, а потом опустятся все на землю опять. Но я думаю, речь идёт всё-таки о церкви, о покаянии, о освящении. Вот такое вознесение сейчас происходит на земле. Мы отделены для Бога, от мира отделяемся, постоянно пребываем в поисках истины. И освящаемся, и ещё благословляем других своей молитвой. Потому что те, кто не молятся, они наши, это наше бремя. Те родственники, которые у нас не молятся, может, мы виноваты в том, что не молятся, мы носим это бремя. Ко мне приходят мои родные неверующие, так я вижу, как энергия моя. Куда она уходит? На их исцеление. Я сегодня уже маме об этом говорю. Мама говорит, я не молюсь. И другой ангел вышел из храма, крича громким голосом тому, кто сидел на облаке. Пошли твой серп и пожни, ибо наступил час пожать, потому что земная жатва созрела. Опять серп. И тот, кто сидел на облаке, пустил свой серп на землю, и земля была пожата. Истина. Я думаю, что речь идет о истине. И другой ангел вышел из храма, который на небе, и у него тоже был острый серп. Три серпа. И другой ангел вышел из жертвенника, тот, кто имеет власть над огнем, и крикнул громким голосом тому, у кого был острый серп. Пошли твой острый серп и собери грозди земной лозы, потому что ее виноград полностью созрел. Виноград, вино. Истина. Слово Божие. Вино. Понимаете? И я понимаю, что если у Иисуса острый меч, прямой, то сейчас, когда завершает этот мир, меч кривой. О чем идет речь? А речь идет о том, что Слово не совершенно понимание. То есть мы еще, как котята слепые, мы еще не все видим, мы не все понимаем, мы живем просто верой. Мы не все понимаем, что происходит на земле и почему так происходит. Вот написано, что даже Иисусу не все открыто. Написано в Откровении, Мессаи, вроде, или Верми, что кто так слеп, как раб мой слеп? Да, я в очках, я слепая. Вот. И не совсем слепая, конечно. А вот тут я вся вся хотела говорить о песне, о значении песни. Сегодня пришла ко мне мама, я говорю, я послушаю мое видео, хоть песню послушаем, и я же предыдущую песню записала. Вот. И я говорю, мама, ты знаешь, меня осенило. Когда я говорила о святилище в Скинии и о святом святы, святилище называется или святое, по-разному называется, то святилище это как наша душа, а святой святырь это уже наш дух. Так вот, когда разногласие было о том, где находится жертвенник для воскорения, или он в святилище, или он святом святых, ну, Богу эти свечки, ну, в храмах сжигают свечки, и в Ветхом Завете сжгли во благоухание Богу. Но Бог же заботится о нас, Он для нас придумал это всё. Может, не всем нужна эта отрава, ну, кто-то ж от запаха аллергия, у меня лично на запахе иногда аллергия. Вот. Ну, Богу это не совсем нужно. Богу, а что нужно Богу? То, что нам нужно. Вот. Когда я болела ковидом, то мне захотелось петь. Я начала петь, мне стало легче. Я Ане своей сестре говорю, пишу, говорю, Аня, знаешь, мне легче, я пою. А она мне тут ссылку высылает, что уже учёные немецкие обратили внимание, что песня полезна для здоровья. Что благодаря песне исцеляется, благодаря песне, значит, иммунитет повышается. То, что нам надо. Потом важно очень, что благодаря песне происходит восстановление, видно, на клеточном уровне. Я знаю, что такое вибрация. Почему я сейчас говорю, что нужно принципиально менять отношение к этим явлениям, как природа, света, звука. Понимаете? Волна-то волной, но эта вибрация, она действительно потрясает. Даже вот как предметы поднимают благодаря вибрации, благодаря звуку. На каком-то уровне можно так действовать на те же атомы, молекулы, которые в воздухе, что поднимается. Тяжёлый камень может подниматься. Может, так пирамиды строили в своё время. Священники строили пирамиды, я так думаю. Левитация называется это явление. Вот. Ну, эти чудеса, если мы понимали, разбираем, если мы истинную природу света и звука мы определили, мы бы по-другому совсем завладели бы новыми технологиями. Но, видно, Бог скрыл это. Он хочет осветить Землю. Поэтому инопланетяне, которых мы называем, некоторые бесами называют, на самом деле, это цивилизации, которые достигли не без такого же явления, как у нас. Сейчас предстоит уровень. Вы понимаете? Что если Бог говорит, что сотворим человека по подобию своему, так это значит о том, что были до нас, были до нас уже цивилизации, они развиваются. И Господь для всех приготовил благословения. Те, кто сейчас начальником, они, может, когда-то будут приготовьтесь, будут выполнять, потому что кому-то Бог откроет, и будет другие развивать технологии. Понимаете? Бог всем приготовил поровну, чтобы не было рабства. Это Бога самое важное. Чтобы не было эксплуатации такой безбожьей, о чем я говорила. Так не должно быть. Людей труда нужно уважать. Ведущим видео я об этом говорила. Так, значит, так вот, значение воскурения, этот жертвенник воскурения, это современное понятие песни. Богу угодно, чтобы мы пели в Его славу. И для нашей души, а потом и для Духа, оказывается. То есть получается, если жертвенник воскурения, это как образ песни, образ хвалы Богу, он находится в святилище, как образ души, то потом его заносят все-таки в святое святых. То есть песня наполняет нас. Я могу петь душой, а потом вот эта информация, если это светлая, по славу Божьей, песня, ну, если даже какой-то положительной эмоцией, то это наполняет уже наш дух, наш дух, это наша пища. Вот. Звуки, есть звуки Ана, да, есть, конечно. Разные песни. Вот такое у меня откровение о песне и такая вот аналогия. Даже не аналогия, это как бы, я думаю, что это видение. Почему? Вопрос стоял, а где все-таки этот жертвенник? Или он в святилище, или он в святом? Вот его и движение, вот его значение. Это этого. Огня. Для Бога огонь уже сейчас не имеет значения. То есть, ну, ну, какая жертва от того, что горит свечка? Только что красиво. А для нас какая польза? Ну, может, для зрения, все-таки для глаз. может, какая-то польза. Там есть некоторые такие упражнения для глаз, я знаю, со свечкой. Делаю. Вот так мне сегодня не повезло. Прямой эфир я не вышла. Но запишу видео сейчас и размещу в Ютубе, если получится. Потому что боюют. Зачем боюют? Я уже слышала, что некоторые не могли выходить в Ютубе в эфир. Блокировали. Я слышала об этом. Что жаловали, что не могли никак войти в прямую трансляцию строить. Вот. Ну, а что я? Я уже, мне не привыкать. Поэтому я сейчас завершу песню. Песни. А напоследок я скажу. А напоследок я скажу. Прощай. Любить не обязуйся. С ума схожу. Иль восхожу. К высокой степени безминства. Как ты любил, ты пригубил, к победе вине в этом дело. Как ты любил, ты погубил, Но погубил, так не умело. А напоследок я скажу. Смиряйтесь. Верьте Богу. До свидания.